Всем привет, дорогие друзья! Ну что, многие знают такой проект, как Финик, который принадлежит, соответственно, Кириллу Доронину, но теперь все же слышали о том, что у него произошел, соответственно, скам, да, то есть он потерял. Ну, в принципе, большинство людей абсолютно точно понимали, что это пирамида высокорискованная, в принципе, в это люди играли, учитывая свои риски. Но, конечно же, часть людей не понимала этого и, конечно же, потеряла деньги. Но теперь он феном, и Кирилл Доронин, что говорит о том, что мы вам выплатим деньги, мы вам поможем, то есть за счет нового проекта. Но давайте будем смотреть право в глаза. Те, кто хочет перейти в новый проект, регистрируйтесь, в этом ничего особенного нет. Но, если вас будут просить документы какие-то, копии паспортов, еще что-то, будьте аккуратнее с данными проектами, особенно если в данном проекте, для того, чтобы вы получили деньги из финика, вас будут просить, соответственно, еще внести депозит. Будьте осторожны, потому что вы думаете, что? Вот он такой светлый человек, вот он первый раз облажался, вот просто облажался, злые духи околдовали его, партнеры кинули, все произошло вот по случайному стечению обстоятельств, а он такой святоша и просто с турецким паспортом оказался. Ну вот, люди, перестаньте быть наивными. Вы думаете, он феном этот, получит лицензии банков? Он получит от банков баны как раз тем, что у него будет стоять признак пирамиды, как это было с финика. Извините, Центробанк, регулятор, он не хочет ему подчиняться. Почему он не хочет ему подчиняться? Да потому что он жулик. Хотя могу скорее скажу, он предположительно жулик. То есть, если компания абсолютно честная, белая, ей нечего скрывать, она идет к Центробанку, той страны, где она находится, или то, где она хочет вести деятельность, она приходит и говорит, здравствуйте, мы хотим работать на территории Российской Федерации, мы хотим соблюдать ваши законы, давайте мы получим лицензию, вот наша компания, вот наша доходность, вот наши трейдеры, вот наши действительно управляющие, вот у них есть образование, у них все есть, они адекватные люди. Но нет же, данные компании не получают лицензии. Они получают где лицензии? Да и то, они вам нарисуют бумажки непонятные. То есть, я могу сказать, что по некоторым компаниям я смотрел специальную информацию, и у большинства у них нету даже лицензий, даже офшорных. То есть, ну, а если зарегистрированы, вот именно, что они зарегистрированы в офшорных зонах. А почему они зарегистрированы в офшорных зонах? Они расскажут вам лапшу о том, что там вот налоги меньше. Да нет, их судить будут. То есть, для того, чтобы вам ободаться с компанией, которая зарегистрирована за рубежом, вам надо обращаться в суд той юриспруденции. Ну, или даже если вы обратились к нам, ну, засудили ее, признали невменяемой, признали, что она виновата. Что будет? Кто вам будет выплачивать деньги? То есть, списать с компанией ничего нет. У нее здесь нет имущества. То есть, ареста даже на имущество нельзя наложить. То есть, поэтому, смотрите, если Омфеном, Кирилл Доронин ваш, скажет о том, что платите деньги для того, чтобы мы с вами смогли сгенерировать новую прибыль. Да не ведитесь вы на это барахло. Не ведитесь. Исключите уже, наконец, голову просто. Вы думаете, он просто так забрал? Вот он сейчас раз проектик сработал, второй проектик сработает. Он сейчас ярд заработает или три ярда долларов. И уедет себе спокойно куда-нибудь в Ашор жить. Там, где не выдают граждан, как говорится, сюда. Или в Лондон уедет жить. Там у них вообще все нормально. Так что, смотрите, голову включайте, просто реально анализируйте. А чтобы не пропустить всю актуальную информацию, подписывайтесь, на канал, ставьте лайк и до новых встреч.